Очистить около 800 километров просек, установить порядка трёх тысяч пограничных знаков и подготовить демаркационные документы. Такой фронт предварительных работ для установления границ белорусского и украинского государств. Сегодня силами Госпогранкомитета и подрядных организаций на Брещене ведутся активные работы по демаркации смежной с Украиной территорией четырёх районов – Брестского, Малорицкого, Ивановского, Кобринского. К слову, на первых двух этап обозначения рубежей завершится уже в конце этого года. Для двух других – в 2016-м. По оценке специалистов, обозначение белорусско-украинской границы займёт около семи лет. На сегодняшний день белорусская сторона полностью закончила те работы, которые мы должны были выполнить по обозначению на данном участке белорусско-украинской государственной границы. А именно, мы здесь свели древесно-кустарниковую растительность в полосе крепления. Мы провели работы по установке совместных пограничных знаков, состоящих из одного элемента. Мы выполнили работы по креплению берегов канала Мастицкого, а также частично выполнили крепления на выходе из канала Мастицкого берегов реки Западный Бук. Государственная граница между Республикой Беларусь и Украиной была определена документально ещё в 1997 году. Её протяжённость составляет порядка 1084 километров. Из них 758 – сухопутный маршрут, 326 – водный, в числе приграничных регионов и Брестский, который по своему географическому положению уникален. В отдельных населённых пунктах область в буквальном смысле является перекрёстком дорог, как, например, в пяти километрах западнее деревни Томашовка, на стыке реки Западный Бук и канала Мастицкого, где проходит граница не только Беларуси и Украины, но и Польши. Такое географическое положение – залог эффективного взаимного сотрудничества. Однако, к сожалению, это также и один из наиболее популярных маршрутов у нарушителей. На этом участке можно отметить такие виды противоправных деятельностей, как в пунктах пропуска – это перемещение товара материальных ценностей, в основном это алкогольная продукция, предметы трикотажа и предметы питания. А также гражданами сопредельной страны по документам с признаками частичной подделки. Как правило, это гастарбайтеры, которые возвращаются с территории России транзитом через Беларусь к себе на родину. На зеленой границе вне пункта пропуска – это на территории Республики Беларусь перемещение тушь мяса, а на территории сопредельной страны Украины перемещение табачной продукции. Кстати, именно демаркация позволит пограничникам двух государств эффективнее бороться с нарушителями. На этапе строительно-монтажных работ было рассчитано до пяти метров территории, где были установлены пограничные столбы двух цветовых решений – сине-желтого с белорусской стороны, красно-зеленого с украинской. Теперь нарушителям будет сложнее придумать оправдание. Знаки появятся на одинаковом расстоянии по всему периметру. Не заметить их очень сложно. Кстати, новое обозначение рубежей также претерпели изменения. Если раньше это были массивные бетонные конструкции, общий вес которых составлял порядка полтонны, то сегодня это легкие, но очень прочные знаки белорусского производства. К слову, сотый из них был установлен прямо на глазах представителей СМИ. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дмитрий Хрущенко, Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Продолжение следует...